Представлен он бойца в синем углу, как ему 23 года, рост 177 сантиметра. Его вес составил 61,7 килограммов. Его рекорд три победы, одно поражение. Базовый стиль ММА. Он из города Грозный. Россия. Анзор. Эльга Рае. Его соперник в красном углу. Ему 20 лет, рост 173 сантиметра. Его вес составляет 61,7 килограммов. Профессиональный рекорд семь побед и ни одного поражения. Базовый стиль боевой самбо. Он из города Душамбе, республика Таджикистан. Хуршет. Назара. Инструктор, претери. Ну, собственно, по профессиональным рекордам, если судить, то существенный перевес представителей Таджикистана. Но мы знаем, что не всегда в конкретных боях прошлые заслуги как-то помогают. Разноименные стойки снова у спортсменов. Анзор Эльгараев, который представляет Россию, провел свой первый бой профессиональный в ММА в 2017 году. Одержал победу над Бесланом Амамадом во втором раунде. В 2019 году принял участие на турнире Беркут Янг Иглс 9, где одержал победу треугольником над Расулом Алсугеновым. В своем крайнем бою Анзор потерпел свое первое поражение в профкарьере, уступив Чермену Габаеву единогласным решением судей. Ну и, собственно, вот он снова в лиге AC Young Eagles, где не ищет легких путей, а встречается с действительно хорошим, сильным соперником, бойцом из Таджикистана, Крушедом Назаровым. Ну, вот, собственно, попытка прохода. Много колен, кстати, стало, я заметил в последнее время, раньше их так часто не использовали. На самом деле эффективное оружие, колени. Да, но... Если правильно, конечно же. Ой-ой-ой, какой жесткий лоу-кик. Причем в нижнюю часть ноги выстегнул, получается, так. Подрубил опору. И, кстати, обратите внимание, след уже есть от лоу-кика на ноге Анзора Эльгараева. И еще один в эту же область. Ну, Хуршет Назаров, боец достаточно высокого уровня. Матерый. Да, и с хорошими жесткими ударами. Я не удивляюсь, если у него крайне неплохой тренер по тайскому боксу. Жесткие удары, причем, ну, не все рискуют бить в голень. Потому что это можно травмировать себя самого. Но вот нет, бьет и бьет хорошо, жестко, плотно. Видимо, в крепости своих ног уверен. Достаточно ноги набиты. Ну, вот и, кстати, Анзор сейчас хорошо ответил внутренним лоу-киком. Вот снова. Видимо, готов он и в этой манере тоже поработать. Оф, лобус печени. На жесткий удар. Плотно было. Бойко, но вот сейчас уже мимо проскочило. Хорошее колено, но подхватил его Альгараев. Попытка перевода. Ну, если вот несколько лет назад, там, 3-4 года назад, мы могли говорить уверенно, да, что для азиатских бойцов ММА борьба, это слабая сторона, то сейчас уже не так все однозначно. Ну, их тогда еще так много и не было. Не было достаточно селекции. Сейчас, конечно, таджикские, киргизские, в первую очередь, спортсмены, ну, уже и узбекские, и казахские показывают высокий уровень. И еще один миддл кик. И посмотрите, сейчас... Занял позицию сверху, да. Да, позицию сверху, даже был близок в один из моментов, казалось бы, по крайней мере, что сядет в маунт. Только про туркмен я что-то ничего не вспомнил. Ну, есть экс-чемпион ИСЕ в полутяжелом весе, Давлиджан Якшмурадов. Да, сильный боец, просто... Но он, в большей степени, все-таки в Украине и в России тренируется. Ой, смотрите, как интересно, почти захватил. Не получилось немножко захватить ногу, а так вообще попытка рычага колена всегда интересный вариант. Наверное, отсутствие большого количества туркменцев, бойцов, обусловлено тем, что закрытая страна. Да, и, наверное, ей не очень интересно развивать это внутри себя. Ну, собственно, многим странам это не так интересно. Мы же представляем тот мир, в котором это интересно всем. Да. В этом, конечно, отличие. Так, интересно, это что такое? Такой комбинированный рычаг локтя, что ли, был? Ну, показалось, что... А вот сейчас... А вот сейчас... Вот что здесь? Здесь, в принципе, можно, да. Ага, вот на треугольник перешел, снова на рычаг. Слушайте, ну, здорово. И снова на рычаг. Он очень грамотно подворачивается, фуршет Назаров. Да, соглашусь. Но вместе с этим я отмечу очень быстрые и интересные переходы со стороны Анзора Игораева. Вот он сейчас зашел за спину в таком классическом стиле бразильского бюджицу. Прям классно, классно. Действительно, хочется аплодировать ему в этом плане. Именно технично сработал. Преимущество тех, кто владеет техникой, наглядно. Ну и концовку забрать близок к этому. Ну, хватит ли этого, не уверен. Но, да, действительно, показал класс. По крайней мере, вот в том, что он называет джиу-джицу. Завершается первый раунд. Давайте насладимся его яркими моментами. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, интересно. Каждый в первом раунде успел себя показать. И Хуршест Назаров в первую очередь в ударной технике. Своими жесткими ударами ногами, я бы отметил. И очень интересной техникой джиу-джитсу. Наверное, пускай в кавычки возьмем. Ну, именно, наверное, умение интересных таких смен позиционных и попыток рычагов локтя многократных. Вот этим запомнился Андор Эльгареев. Вот, пожалуйста, статистика на ваших экранах. Интересно, все-таки хочет найти свое счастье именно в борьбе Андор Эльгареев? Еще один удар в область печени. Правым миддл киком отвечает Эльгараев. Очередная попытка перевода. Пока пытается защититься достаточно успешно Хуршест Назаров. Ну да, собственно, переводов как таковых пока ни у кого реализованных не было. Были ошибки, был партер, а вот именно таких переводов, что кто-то захотел, запланировал и реализовал бросок тэкдаун, такого пока не было. Да, такая вязкая работа в клинче. Честно говоря, мне кажется, не получится здесь какого-то такого яркого развития. Надо выходить на дистанцию и пробовать что-то снова. Здесь каждый достаточно контролирует другого, чтобы ничего не дать сделать. Хотя, с другой стороны, все-таки это записывается потихонечку в копилку Андоро Эльгараева, потому что он работает, бьет. Жесткое впадание от Хуршет Назарова и перевод от него. Это его навстречу. Интересно. Ему отличаться Андоро Эльгараева удалось все-таки перевести. Ну вот смотрите, да, Андоро, в принципе, не скажешь, что сильно расстроен. Видите, подкручивается на рычаг локти готовит. То есть любит он бороться. И вот, собственно, забирает. Вообще не прятал, говорит, сейчас буду делать рычаг локтя. И начал делать, и вот взял. Другой момент не удержал. Ну, мы видим, что в любой, да, ситуации в партере, будь там на спине или сверху, Андоро Эльгараев находится в своей стихии. Да, он комфортно себя чувствует. Другой момент, что нельзя долго без потери сил находиться в этом положении, потому что соперник сверху работает, бьет, да и просто давит. Это лишает возможности нормально дышать. Отнимает силы. Можно, конечно, пробовать найти какие-то приемы. Как говорится, сто пятьсот переходов разных на ноги. Но, опять-таки, то, что они есть, это не значит, что их сейчас можно сделать с таким запасом сил и с таким опытным соперником. Куршет Назаров. Сейчас, я думаю, что имеет время даже восстановиться. Ну, не знаю, будут ли еще попытки здесь проведения приемов. Но уже несколько не получилось. И, может быть, пробовать что-то новое. Вот, интересно, так вам оплату закидывает. Через нее попытка выйти на рычаг. Пока все неудачно. А вот если ущемление бицепса попробовать сделать здесь, в принципе, возможно. Я не знаю, владеет ли этим приемом Куршет Анзор, Эльгараев. Но как раз для этого приема все есть. Просто руками прихватить подмышку, а нет, все уже не получится. Ну, вообще редкий прием, конечно. Да и не сказать, чтобы он сильно подсмешанный дабор, что подходит. Но можно его делать. Особенно с учетом, что можно как бы захватить за перчатку. Это я все про ущемление бицепса, дорогие друзья. Прием, который практически никто еще в этом положении смешанных даборств не делал. Редкий прием. Так вот с помощью слов, наверное, я не смогу объяснить. Надо показывать. Капман в углу Анзора. Пригорая его. Видимо, есть какая-то сечка. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok